Решение не принимается. Давайте дальше. Третье письмо касается тех многочисленных митингов, которые у нас проходят. Идут конфликты в судах, разбирательства, которые никому не нужны на самом деле. И вот это раздувание, безосновательное, я считаю, и без причины, приводит к таким проблемам. Значит, постановление Конституционного суда Российской Федерации от 1 ноября 2019 года номер 33-П признало неконституционным, введенным властями запрет проводить митинги и пикеты около зданий государственных органов. 3. Признание несоответствующими Конституции отдельных положений нормативного акта субъекта Российской Федерации, постановил суд, является основанием для отмены или изменения аналогичных нормативных актов, принятых субъект от страны. 4. Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Как указано, в постановлении Конституционного суда компетентные органы и должностные лица обязаны стремиться к принятию всех зависящих от них мер для их публичных акций. 5. Легального проведения в избранном организаторами месте в запланированное время, а не пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий. 5. Указано в уведомлении формате. Это прямой текст из постановления Конституционного суда. 6. На сегодняшний день отменены запреты на проведение митингов у зданий органов власти в Псковской, Тверской, Болгоградской области и Татарстане. 18. Ноября 2019 года Конституционный суд Дагестана признал неконституционным закон Республики о митингах. Конституционный суд Республики Дагестан рассмотрел жалобу юристов, в том числе важный пункт о том, что нельзя проводить массовые мероприятия в местах, рядом с которыми находятся органы государственной власти. Суд указал, что эту норму закону нужно исправить. Таким образом, этот пункт закона автоматически считается неподлежащим соблюдению. Депутаты Астраханской, Вологодской и Саратовской областей готовы унести аналогичные изменения в свои региональные законы на ближайших заседаниях. Прокуратуры Новгородской области и Республики Чувашия внесли в региональные парламенты протест с требованием отменить региональные запреты, а прокуратура Амурской и Магаданской областей даже подготовили соответствующие законопроекты. 27 января 2020 года Волгоградская областная дума отменила запрет проводить митинги и пикеты около зданий органов власти и силовых структур. Данные ограничения действовали в регионе с 2005 года. Депутаты Волгоградской облдумы сразу в двух чтениях приняли поправки в закон о публичных мероприятиях. Отменяющих запрет на проведение публичных акций около зданий органов власти. Как заявил председатель Комитета по государственному строительству и местному соправлению развития территории Михаил Струк, решение внести изменения в закон направлено на реализацию свободного волеизъявления человека и гражданина. В связи с вышеизложенным в целях проведения закона Республики Калмыкия о некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Республики, в соответствии со статьей 35 степного уложения Республики Калмыкия, вношу проект закона и предлагаю на ближайшем заседании Народного хурала Республики рассмотреть вопрос о внесении необходимых изменений в указанный республиканский закон. Приложение, ну и все как положено. Уважаемые коллеги, но это предложение... Это 3 февраля. Да, да, мы получили. Это наряду с другими вашими предложениями. Их там немало. Значит, сегодня... Пожалуйста, Мутулов. Азбасло, этот проект находится в работе, нужно время. Значит, уважаемые коллеги, ну согласование он имел ввиду, значит, со всеми заинтересованными органами власти. Значит, ну вот представитель комитета озвучил. Вы наставите для включения в повестку дня не готового документа? При личном обществе обычно присылают ответ. Документ ваш от такого-то числа получен, направлен в комитет для обсуждения. Чтобы не напрягать лишний раз меня, в том числе, заявителя, тогда я буду понимать, что в установленном законном порядке работы движется. От вас только молчание. Хорошо. Я вам объясни, пожалуйста. Принимается? Вы в ответе про порядочное общество. Мы давайте посмотрим, кто на какой стороне сидит. Пожалуйста. Уважаемый Мамсур Викторович, уведомления только требуются в случае, если вы обратились как заявитель в соответствии с 59-м федеральным законом. Но вы обратились как депутат и воспользовались правом законодательной инициативы и внесли в соответствующий проект закона. Профильный комитет работает над вашим проектом закона. Он на сегодняшний день разослан. Мы ждем заключения от органов заинтересованных и будем обязательно пригласим вас в установленном порядке на заседание профильного комитета. Спасибо. Этику никто не отменял, как вы говорите. Никто, никто. Поэтому можно было просто звонком сказать, что да, получено, все. И не было бы, вот я сейчас не отнимал бы у вас столько времени. Созвонитесь, пожалуйста. В чем тут земляки? Да, да. Мы земляки, но практически мы разные люди. Может быть даже оппоненты. Ну и хорошо. Давайте, да, следующий вопрос. Уважаемые коллеги, результаты голосования, вы видите, на следующий вопрос не проходит. Давайте следующий. В рамках закона. Давайте следующий. Давайте. В рамках закона я согласен. И по штыгашу я все-таки не оставил. Только не оскорбляй друг друга. В никаком случае. Давайте. Пожалуйста. Это вы меня оскорбляете, поэтому я вам отвечаю. И не надо меня постоянно перебивать, поддакивать, еще какие-то там словечки. Это председатель для того, что... Я выступаю, я такой же депутат, как и вы, и не надо меня перебивать, и не надо... Закончу, пожалуйста, высказывайте замечание. Так, пожалуйста, пожалуйста, давай. Значит, вопрос второй. Нашумевшие истории с премиями. Значит, я также обратился к вам с письмом. В соответствии с постановлением правительства России от 7 декабря, ну не буду зачитывать его, в декабре прошлого года бюджету Республики Калмыкия из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации было выделено, предоставлен межбюджетный трансферт в размере 43 миллионов 700 тысяч рублей. Как установлено пунктом 6 данного постановления, под региональными муниципальными управленческими командами понимается группа должностных лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации или должности Государственной Гражданской Службы Российской Федерации, а также должностных лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы. Как стало известно из республиканских СМИ и социальных сетей, в конце декабря 2019 года данная сумма в виде денежных поощрений была распределена между лицами, замещающими государственные должности Республики Калмыкия и другими республиканскими государственными служащими. Тогда же были опубликованы копии финансового документа, из которого следует, что в частности председатель правительства Калмыкии Юрий Викторович Зайцев в виде премии по итогам 2019 года получил из республиканского бюджета более 5 миллионов рублей. Необходимо отметить, что до настоящего времени, спустя месяц, достоверность данного платежного документа никем из официальных лиц, в том числе самим Зайцева, не опровергнута. Также стало известно, что министрам республиканского правительства было выплачено в виде премии по 500 тысяч рублей, а их заместителям до 300 тысяч рублей. Кроме того, на сегодняшний день большой общественный резонанс со ссылками на различные источники вызывает информация, неподтвержденная, о назначении главой республики Калмыкия Хасиковым Бату Сергеевичем самому себе денежного поощрения премии за 2019 год в размере около 15 миллионов рублей. Также вызывает серьезные вопросы в обществе размер выданных премий некоторым другим должностным лицам администрации главы республики Калмыкия. Вопросы, связанные с обоснованностью размеров премии и соответствием установленного порядка поощрения, возникли в обществе в свете часто декларируемых руководством республики на словах призывов к национальному единению и сплочению, политической ответственности, открытости и прозрачности власти, скромности и адекватности республиканских чиновников в сегодняшней очень сложной экономической ситуации в республике. В соответствии с пунктом 19 данного постановления, высший исполнительный орган госвласти РФ до 15 января представляет Министерство финансов РФ и Министерство экономического развития РФ. Отчет о расходах субъекта. Акции субъекта РФ, устанавливающие порядок поощрения. В связи с большим общественным резонансом, учитывая многочисленные вопросы и обращения избирателей республики Калмыкия, в мой адрес и адрес моих коллег предлагаю официально обратиться от имени Народного хурала парламента Республики Калмыкия главе Республики Калмыкия Хасикову Бату Сергеевичу предоставить соответствующий отчет о расходах бюджета субъекта РФ в целях софинансирования, которого предоставляется иной межбюджетный трансфер, а также соответствующие нормативные документы Республики Калмыкия, устанавливающие порядок поощрения региональных муниципальных управленческих команд, а также правила предоставления распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджетов РФ местным бюджетом на цели поощрения муниципальных управленческих команд с указанием конкретных размеров, выделенных денежных средств всем членам правительства Республики Калмыкия, главе Республики Калмыкия, председателю правительства, руководителя администрации главы Республики, их помощникам и советникам, а также должностным лицам, замещающим муниципальные должности или должности муниципальной службы, указанной в пункте постановления правительства России. Настаиваю на рассмотрении данного опроса на ближайшей сессии. Хорошо. Спасибо. Обратился 3 февраля. Вы завершили? Да. Все. Поясняю. В связи с вашим обращением как депутата установлены сроки. Мы направили соответствующее письмо в органы власти для того, чтобы получить пояснение по всем затронутым вопросам. Потому что это же, как вы сказали, разные источники рассказывают о разном. Фантазии, не фантазии, мы же откуда знаем. Ну я так думаю. Вы же сами назвали разные источники. Да. Нет. Вот поэтому мы запросим сейчас информацию. Мы такую информацию отправили. Значит, уже запросили информацию. Сейчас представитель правительства, я не знаю, наверное, подтвердит это. Готовится информация. Есть время. Установленные сроки. Мы вас проинформируем. Как и положено в соответствии с вашим письмом. Пожалуйста. Юрий Викторович. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, все верно. Мы подобное письмо, подобное обращение получили. И в ближайшее время, согласно установленного законом порядка, мы предоставим ответ. Все будет разъяснено. Чтобы не было никаких слухов и домыслов. Уважаемые коллеги, есть вопросы еще? А что вам мешало прислать мне такой ответ официальный? Каким письмом? Копию этого письма? Вы в очередной раз, я уверен, вводите нас в заблуждение. Вы в этом зале неоднократно заявляли, что вы там и комиссии спикеров из Совета Федерации заявляли, что вы приняли такие-то шаги, встречи. Не было. Здесь вы заявляли, что вы ознакомили членов Единой России с документами, которые я подавал ранее. Не было такого. И в очередной раз, я уверен, это все, предоставьте мне этот документ. Вот сейчас, в течение сессии. И в разном мы тогда, я посмотрю и заявлю, действительно, если вы подали, да, я подтвержу это. Значит, нам, Сергей Иванович, мы вам покажем копию, что мы документ подали, но вы таким тоном не разговариваете. Вы можете им носить уважение. А я уже устал от ваших уловок. И мы от ваших тоже. Вы все время находите здесь. У меня прямое обращение открыло. Значит, пожалуйста, в установленном порядке в течение месяца вы получите ответ. В том числе с нашим письмом. Какие предложения? Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, предлагаю поставить вопрос на голосование. Уважаемые коллеги, нам, Сергей Викторович, у него предложение поставить данный вопрос на голосование. Ситуацию мы объяснили. Объяснил профессиональный правительства. Объяснил. Он же не верит никому же. Значит, как можно вас верить, если вы постоянно обманываете, постоянно лжете? Я на тебя в суд подам. Подавайте, пожалуйста. Я вам приведу видеозаписи вот здесь и в заседании. Все документы, по которым я обращался, и в суде мы докажем, что вы действительно лжете. Вот так, докажем все. Значит, пожалуйста, предложение нам, Сергей Викторович, прошу определиться по голосованию. Продолжение следует... Значит, третье письмо касается вот тех многочисленных митингов, которые у нас проходят.